Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики тоннельных сушилок. Тоннельные сушилки представляют собой закрытый короб, в котором перемещаются вагонетки с лотками. На лотках укладывается высушиваемый продукт. Чаще всего такие сушилки применяются для сушки махаронных изделий и сахара рафинада. Длина тоннельных сушилок может достигать 100 метров, ширина 10 метров. При этом необходимо соблюдать расстояние между вагонетками, а также между продуктом и потолком сушилки не более 50-60 миллиметров. Сушка производится нагретым воздухом, который может рециркулироваться и вновь подогреваться после использования. Устройство и настройка этих сушилок достаточно просты, однако требуют постоянного контроля параметров сухого воздуха. Сушка материалов в неподвижном слое. В камерных, ленточных, конвейерных, тоннельных и шахтных сушилках процесс осуществляется в неподвижном слое. Тоннельные сушильные установки используют для сушки плодов. Для их установки характерная простота конструкции, надежность в работе, применение смеси топочных газов с воздухом в них, хотя и экономично, но существует опасность возникновения канцерогенных веществ. В связи с этим в современных тоннельных сушильных установках заменена система подготовки сушильного агента. Вместо смеси топочных газов и воздуха применяют воздух, нагретый в огневых колориферах, без непосредственного контакта с топочными газами. Теплообмен между воздухом и продуктами сгорания топлива в огневых колориферах через металлические стенки. Основной недостаток тоннельных сушильных установок – параллельное движение воздуха и материала, что значительно уменьшает контакт и теплообмен между ними. Так, по сравнению с пронизыванием слоя материала нагретым воздухом, теплообмен в тоннельных сушильных установках приблизительно вдвое меньше, а продолжительность сушки, например, яблок, в 3-4 раза больше, чем в ленточных конвейерных сушильных установках. Кроме того, обслуживание тоннельных сушилок требует больших затрат ручного труда на загрузку и выгрузку материала на сито и тележки. Тоннельные сушилки представляют собой сквозную удлиненную камеру, внутри которой высушиваемый продукт перемещается на вагонетках в продольном направлении. По режиму работы они относятся к сушилкам непрерывного действия и применяются для сушки сахара рафинада, макаронных изделий и других продуктов, а также жестяных консервных банок после мойки. Длина тоннельных сушилок до 100 метров, ширина до 10. При эксплуатации необходимо соблюдать расстояние между материалом, стенами и потолком и между вагонетками не более 70-80 мм. Циркуляция агента сушки осуществляется как за счет естественной конвекции, так и принудительной. Наибольшее распространение получили сушилки с принудительной циркуляцией агента сушки, так как они более производительны и экономичны. В тоннельных сушилках часто применяются дополнительный подогрев агента сушки и его рециркуляция. Кроме того, используют реверсирование, то есть изменение направления подачи агента сушки, что позволяет увеличить равномерность процесса сушки. В тоннельных сушилках ставят осевые вентиляторы, имеющие меньший расход электроэнергии. Механизированные тоннельные сушилки для длинных макаронных изделий. Этот тип сушилок получил наибольшее применение в производстве макаронных изделий широкого ассортимента. Сушка осуществляется в кассетах различной конструкции, на бостунах и на специальных рамах. Подробнее о производстве длинных макаронных изделий вы можете узнать из видео, посвященному машинно-аппаратурной схеме линии производства длинных макаронных изделий. Посмотреть это видео вы можете перейдя по ссылке в описании или в подсказках. Тоннельная сушилка LS2A была разработана на базе шкафных сушилок, где сушка осуществляется в лотковых, металлических или деревянных кассетах и состоит из следующих основных частей. Сушильного тоннеля 3 с комплектом осевых вентиляторов 2, двух цепных конвейеров 9 для перемещения продукта, конвейера 4 возврата пустых кассет, вентиляционные системы для подачи воздуха в сушильный тоннель и выброса отработавшего воздуха. Сушильный тоннель представляет собой сборный металлический каркас, облицованный термоизоляционными плитами. Внутри по всей его длине установлено вплотную друг к другу 12 шкафов, в каждом из которых смонтировано по два осевых вентилятора. Они установлены так, что направление движения воздуха в рядом стоящих шкафах противоположно. Этим достигается изменение направления обдувки воздухом макарон при перемещении. С обоих сторон шкафов через весь тоннель проходит два цепных конвейера. Со стороны загрузки сушилки конвейеры выходят за пределы тоннеля на 1300 мм. Со стороны выгрузки к цепным транспортерам подходят роликовые конвейеры 5, которые служат накопителями готовой продукции, в то время как упаковка макарон не производится. Привод 10 правого и левого цепного конвейеров осуществляется от электродвигателей через клиноременный вариатор и три червячных редуктора. Ленточный транспортер возврата расположен в двух горизонтальных и одной наклонных плоскостях. Привод ленточного транспортера возврата от электродвигателя через клиноременную передачу и червячный редуктор. Теплый воздух в количестве 7000 кубометров в час подается в сушильную камеру центробежным вентилятором через колорифер. Отсос отработавшего воздуха из верхней зоны сушилки осуществляется центробежным вентилятором, установленным в конце тоннеля. Необходимым условием работы сушилки является некоторое избыточное давление воздуха внутри сушильного тоннеля. При этом не допускается приток воздуха через створки дверей и другие зазоры, так как это ухудшает качество изделий. Сушильный тоннель разделен на две зоны. Первая со стороны входа в тоннель – зона предварительной сушки. Здесь расположены два шкафа. Вторая – зона окончательной сушки. Здесь 10 шкафов. Зоны сушки разделены перегородками, имеют створки для прохода стопы кассет. В обоих зонах сушильного тоннеля автоматически поддерживается необходимая температура от 35 до 41 градусов Цельсия и относительная влажность воздуха от 55 до 75 процентов. Путем включения и выключения панели колорифера и количества поступающего пара с помощью электромагнитного вентиля. При производительности сушилки 375 килограмм в час расход теплоты на сушку изделий составляет 209 тысяч 340 килоджоулей в час. Техническая характеристика сушилки LS2A представлена в таблице на слайде. Рассмотрим еще один образец тоннельной сушилки, которая установлена в автоматизированной линии для производства длинных макарон. Первая – предварительная сушилка, в ней сушка изделия осуществляется на рамах, а вторая – окончательная сушилка, в которой сушильный процесс протекает в цилиндрических кассетах. Предварительная сушилка представляет собой многоярусный цепной конвейер, на котором через определенный шаг закреплены сушильные рамки. Каркас сушилки облицован теплоизоляционными плитами. Нижний ярус конвейера изолирован от основной сушилки перекрытием. Благодаря этому здесь поддерживается высокая температура сушильного воздуха до 85 градусов Цельсия, что позволяет на данном этапе создать жесткие режимы и в течение 90 секунд удалить до 3% влаги из изделий. Окончательная сушилка имеет два цепных конвейера, установленных один над другим, и заключенных в теплоизолированный секционный тоннель. Верхняя зона предназначена для окончательной сушки и придания изделиям прямолинейной формы. Прямая форма изделий и их плотная укладка в верхней зоне позволяют увеличить объем загружаемого продукта в кассеты нижней зоны. В результате при перегрузке в одну цилиндрическую кассету нижней зоны поступает изделие из двух кассет верхней зоны. Промежуточная перегрузка изделий из верхней зоны в нижнюю позволяет значительно уменьшить габаритные размеры окончательной сушилки. В нижней зоне при температуре 55 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 70 процентов изделия высыхают до стандартной влажности за 4-8 часов. Техническая характеристика предварительной сушилки представлена в таблице на слайде. Тоннельная сушилка для сахара рафинада. Бруски сахара рафинада обладают капиллярно-пористой структурой, что способствует их высушиванию. Сушка протекает в два периода. Первый короткий, в течение которого из брусков интенсивно испаряется влага при постоянной скорости сушки. Второй, более продолжительный, когда остатки влаги испаряются медленно при убывающей скорости сушки. По мере испарения окружающий воздух насыщается влагой. Чтобы не снижать скорость сушки, непрерывно отводят влажный воздух и добавляют более сухой, нагретый. При удалении воды из сахара рафинада в процессе сушки происходит пересыщение сахароза в пленке на поверхности кристаллов, что способствует дополнительному выкристаллизованию сахарозы и связыванию отдельных кристаллов сахара в конгломераты. Сахар рафинад сушит до влажности 2,3% при атмосферном давлении в тоннельной, противоточной, конвективной сушилке. Она представляет собой горизонтальный тоннель, перед которым между рельсами в полу смонтирован колорифер 1. Сырые бруски укладывают на сушильные планки из алюминия и загружают в вагончик 8, одна над другой, с зазором для прохождения воздуха. С помощью механизма 3 вагончик вкатывается по рельсам в тоннель. При этом весь ряд вагончиков, передвигаясь на расстояние равное длине первого вагончика, выталкивает на противоположном конце из тоннеля крайний вагончик с высушенными и охлажденными брусками. В момент передвижения вагончиков двери тоннеля должны быть открыты. Над тоннелем установлено 4 группы осевых вентиляторов 2 с подогревателями воздуха. В конце тоннеля стоят вентиляторы 4 без подогревателей, предназначенные для охлаждения брусков. При высушивании сахара часть отработавшего воздуха забирается из тоннеля вентиляторами 2. Смешивается со свежим воздухом, нагревается в подогревателях 1 и снова возвращается в тоннель. Перед подогревателями имеются съемные матерчатые фильтры для улавливания сахарной пыли. Воздух после подогревателей каждой группы вентиляторов должен иметь определенную температуру. Для равномерного обдува и нагрева брусков направление движения горячего воздуха по группам вентиляторов в одном тоннеле периодически меняется. В зоне охлаждения температура продукта снижается до температуры окружающего воздуха. Свежий воздух подается в конце тоннеля, отработавший выводится в его начале. Цикл сушки от 8 до 10 часов. Сушилка 8С1-2М. Предназначена для сушки заполненных жестяных консервных банок после мойки. Представляет собой автономный сушильный агрегат тоннельного типа. Функции тоннеля выполняет каркас 4. К нему прикреплены станции натяжения 1 и приводная 6. Воздуходувный короб 5 с расположенными внутри соплами и отбойниками соединен с воздуховодом вентиляторной установки. На верхней плоскости натяжной станции имеется лоток 2 для приема банок. К нижней плоскости каркаса подвешена течка 9 для выдачи банок. Стойки, поддерживающие каркас, создают ему угол наклона к горизонту равный 20 градусов. На стойке 8 смонтирован привод 7. Звездочки приводной и натяжной станции охвачены двумя бесконечными ветвями втулочно-роликовых цепей с закрепленными на них через каждые 5 шагов осями, на которых надеты трубки, выполняющие роль поводков банок. Внутри течек каркаса приводной станции установлены регулируемые по ширине направляющие для перемещения банок. В процессе сушки с поверхности банок сбивается капельная влага и пленочная влага досушивается струями воздуха. Банки в приводной станции движутся между внутренними и наружными направляющими. Ограниченные ими сверху и снизу банки проходят вокруг звездочек, находясь между смежными трубками цепи. Взаимное положение осей трубок и банок на криволинейном участке сохраняется благодаря сменным уголковым направляющим. После приводной станции банки поступают на нижнюю ветвь направляющих и, продолжая двигаться к течке выдачи, притормаживаются трубками транспортерной цепи. Техническая характеристика сушилки 8С1-2М представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и технические характеристики тоннельных сушилок. Благодарю вас за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!